всем привет собираюсь на работу время 9 часов в 10 открывать надо уже магазин решила сегодня сварить себе с собой кашку пшеную я вообще все каши люблю ну вот пшеную особенно пшеную рисовую вообще обожаю решила пшеную намыла поставила молочко вчера купила молока 3 литра слава богу еще хозяйка дала мне еще корова доится еще дает мне спасибо не хочу подольше магазинное пить вот я еще не красилась не ничего не с собой не делала поставлю варится и пойду краситься ой повезли с утра тушенку родителям сергей поставил в этот аппарат и слегка прикрутил чтобы они не выпали и одну банку грохну вы слышите у меня маша спит одну банку грохну разбилась а ой вот давай все собирать дома здесь у порога давай все мыть палец порезала ну увезли так его ладно мясо осталось остатки то вчера я его не заморозила у мамы баночка есть вот она сейчас все добавит закрутит и поставит варить банка почему-то тонкая тонкая даже вот не столько сколько сергей придавил сколько стекло тонкое что за банка такая говорю современные наверно как бы молоко не убежало и мама уже печеньки с утра испекла вот такие сдобнушечки люблю такие печенья дала мне с собой на работу так что возьму кашку возьму фрукты чай буду пить с этими печеньками возьму вас с собой только что там делать я не знаю не знаю чем будем заниматься мы там с вами в магазине короче ну пойдем посмотрим сейчас приду себя в порядок приведу пойду то есть приду приведу за котятами уже с утра водки идти драйвишь а и 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 у нас морозец минус 12 наверно утром то наверно больше было и снежок машину грею и поехали не охота не охота но надо ну что дорогие подписчики знакомьтесь мой магазинчик строительный а там дальше пельменный цех для начала нужно снежок подмести я так думаю чтобы лед открылся лед отдал бить если есть и и и и и и и и и все теперь на солнышке если где ледок все подтает днем собачка пришла в гости как всегда ко мне я же всех кормлю ну что пойдем внутрь внутрь компьютер надо включить галтерии полно ой тепло так тут уютно хорошо хорошо магазинчики так все надо раздеться разуться переобуться и начнем работать посмотрите у меня петуни здесь цветут красивые сейчас я вот это все уберу отцветшие цветочки а так вот они какие продлеваю денежное дерево маленьким маленьким отростком кто-то выбросил в подъезде я подобрала и вот превратилась в деревце у меня здесь везде на подоконниках петуни какие-то цветут какие-то нет ой скучно мне ребята скучно сергей-то у меня уехал магнитогорск я вот здесь скучаю ладно сейчас все дела зато переделаю свои бумажные друзья мои пока у меня нету покупателей поболтаем немножко давайте отвечу на вопросы для новых подписчиков моих а то все спрашивают спрашивают так я себе чаек заварила у меня немножко холодает вот пельменный цех и этот магазин мы отапливаем углем а уголь уже сегодня прогорел почти прогорел и я подмерзаю но топить уже сегодня не будем завтра с утра завтра я опять сюда на работу ой в 7 утра к маме зашла она уже мне вот эти печенюшки напекла сует так я их люблю с добнушки называется она там не из ничего там масло молоко все 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 накидает и так у нее пышно вкусно получается ну балдею тут у меня мед когда торгую я его ем прошлогодний гречка жесткий жесткий из-за того что холодно посмотрите бетон аромат здравствуйте покупатели немножко прерывают и вот я подмерзаю поэтому хочу чайок с медом попить сегодня что-то я неважно выгляжу плохо спала в общем мы в 2013 году начали строить дом нашей мечты двухэтажный мы всегда сергеем мечтали чтобы дети приезжали там все располагались никто друг другу не мешал у сергея от первого брака еще сын есть женаты есть внук так что когда собирается вся семья нам очень тесно остановилась в том доме там две спаленки маленькие были и зал тоже маленькие а так кухня была большая и вот и мы решили значит тринадцатом году девять лет назад почти десять строить это мне было тридцать пять сергею было пятьдесят ну тогда и бизнес так развивался хорошо все перло но мы думали но сейчас мы за два года построим этот дом двухэтажный сергей сам сделал проект много конечно не учел много ошибся потому что но но не специалист и получился он у нас огромный огромный вот на втором этаже холл очень большой как большая спальня какая-то не для чего сейчас то мы это понимаем для чего этот холл сделали огромный ну и все бизнес пошел вниз как все в нашей стране пришли магниты открылось много пельменных цехов и все хуже 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 стало конкуренция давить стала торговля все хуже и все начало короче замирать и вот мы уже не могли последние два года и там надо делать на новом доме и на старом все начало сыпаться 28 лет в этом доме мы тоже построили сами сейчас отвлеку сейчас столько мыслей лезет купили как бы каркас вообще старый древний дом и вот весь его сергей переделал весь пристроил и вот мы 28 лет прожили но мы всегда хотели большой дом всегда ну и вот и мы не смогли тянуть два дома и решили продадим продадим один дом выставили оба на продажу какой купят сергей конечно всеми силами внутри упирался новый дом горит если его купят не будет очень тяжело он его с нуля просто мы землю купили с нуля его сам спроектировал сам строил все сам с моим отцом они все сами там подымали небо говорит очень будет плохо ну к счастью продали или не к счастью быстро у нас купили старенький наш домик он очень отличный вы может посмотреть мои видео до августа он он очень отличный продала я кухню оставила шикарный кухонный гарнитур 10 лет назад я его заказывала все встроено 10 лет назад за 300 тысяч кухня шикарная детскую оставила тоже полностью оставила шифонер с нашей сергеем спальны красивый трюмо красиво все тоже под заказ все делали под итальянскую мебель мы тогда все делали вот мы забрали только кровать диван зала кресла и вот которые хозяева купили у нас дома они нам отдали свой свое старенькое трюмо старенький свой шифонер ну и все нам этого достаточно я думаю что мы я уже не буду такую дорогую мебель заказывать новую я все равно думаю что осилим смогу поставить новый дом ой в общем еще мы продали дом из этих денег купили машину манипулятор пятитонник длинный кузов ну для того чтобы развить нам магазин вот этот вот магазин у нас тоже пока мертвый ассортимента мало мы хотим его развить развить чтобы ну сейчас строительство очень пользуется спросом не пельмени не пельмени от пельмени возможно даже уйдем когда-нибудь не знаю пока не буду загадывать но хотим развить строительный магазин вот этот вот в общем вот так аж чай забыла пить чай остывает долго как развезу подягу ну вот друзья вам объяснила ок сейчас мы снимаем двухкомнатную квартиру пока чтобы там достроить я не хочу там жить ни воды пока ничего нету можно было одну комнату от отделать и жить но я не хочу поснимаем ничего досталась прекрасная квартира от знакомых кухонный гарнитур там что там еще кухонный гарнитур в прихожке шкафчик достался нам достаточно просто я довольна хорошая квартирка как-нибудь справимся сейчас честно скажу зимой торговли нет ни в пельменях не в строительстве мы будем сейчас выживать выживать потихоньку конечно не до стройки мы все закупили вот этот нам на зиму вот так ремонта там хватит в доме отделать очень много сделаем и хотим к лету так не загадываем ши переехать туда так что вы со мной будете строиться все это делать а курочек но не смогла я я у меня было курочек 30 и вот молоденьких у меня ой ребят я уже забыла кто помнит там и галашейки были все сколько у меня было штук 25-30 на на цыплят вырастила сама из яиц клушки садились и вот я давай продавать когда дом продали все продавать но вот этих я не смогла 16 или 15 у меня не могу посчитать продать кури оставила и знакомая меня пустила к себе в сарайку а знакомая уехала не живет ну сарайка конечно холодная но она говорит свет включаю я на зиму включай мне говорит цвет но я боюсь боюсь дом чужой там соседи мало ли что замкнет ну ладно ребят ну что ж теперь вот на выходных хотим утеплить немножечко хоть немножечко но уже без света ладно лишь бы выжили говорю ладно без яиц лишь бы сами куры выжили господи жалко их ну там утром захожу более-менее тепло он сарайка и шпал из солнца прям сразу только солнце всходит прям сарайки падает мне так это нравится и прям заходишь тепло то кормлю их витаминки им дают тут все из цеха скорлупки кстати про скорлупки хочу сделать свой кальций ой волосы сыпьются ногти вообще плохие яйца же есть думаю сейчас посмотрю в интернете как сделать самим кальций самой кальций подсыпать в еду чтобы к весне восстановить ногти волосы так я сегодня не успела не вчера сходить за как забываю все называется средство мне пришло выписалась на валбересе от выпадения волос попробую сильно выпадают все равно я люблю чай ахмат ахмат всегда покупаю рассыпчатый но беру в пакетиках но близко не такой близко такой невкусный ну вот наболталась девчонки мальчишки ладно не буду много отвечать еще посмотрю какие вы вопросы задаете потом еще завтра давайте завтра отвечу вам завтра опять весь день тут сидеть в субботу мы хотим шашлычки сделать сергеем может друзья придут к нам может приедут не знаю не раз еще не делали за три месяца как у съехали с того дома у нас там мангальная зона какая шикарная была да ну ничего не жалко все прям со спокойной душой отпустила вселенная боженька даст мне еще больше еще лучше потому что мы стараемся мы работаем ни у кого ничего не воруем все сами покупатели время 6 часов я отработала выхожу прогреть машину сейчас посмотрю сколько же мороз все заходят и говорят что очень-очень холодно так сейчас где у меня ключ минус 13 ну еще ничего вообще на завтра ой на сегодня сегодняшнюю ночь 18 ой нельзя закрывать 18 а на следующей неделе уже 21 ночью будет вот у нас пришли морозы так все пошла я все заносить убирать что-то надо готовить на ужин дома еще я тут музончик играет и и и и и Друзья, я пришла домой и на ужин Нам захотелось омлет Котлетки у нас есть Ладно, это завтра Сергею на обед А сейчас хочу омлет по-быстрому Увидела, конечно же, на канале У Людмилы, сама себе хозяйка Разогреваю сковородку Разбила 4 яйца Стойку оставила в магазине Потому что завтра все равно работать Думаю, что я ее потащу Поэтому буду так снимать одной рукой Посолю И немножко Левой рукой Немножко Размешаю Сейчас молока сразу добавлю Молочка на глаз Хватит Сейчас, друзья, размешаю Смазала маслом сковородку Так, разогрелась Замерзла вообще В магазине Ой Ладно Выливаю Немного Вот так Слоеная будет Слоеный омлет у нас будет Вот так вот Разравниваем по всей Сковородочке Чтоб все разлилось И ждем, когда немножечко загустеет Блинчик Видите, загустел Блинчик Теперь надо все Завернуть к серединке Ай Ну пусть вот так Пусть вот так Все к серединке Ладно, пусть так Еще выливаем Потоньше надо делать слои Туда, чтобы затекло все Пустить Эх Одной рукой тяжело Так И так же ждем Сейчас загустеет И тоже накидываем сюда Многослойно будет Пышненько, как пузырится Не сказала, девочки Каждый раз Смазывать надо сковородку маслом А то прилипает Или вот сюда масло капнуть Капельку Вот я так наворачиваю Наворачиваю слои Пока все не кончится Ну и пусть некрасиво Хоба 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 Так Последний слой накинула И теперь мне это нужно перевернуть Сейчас отключусь Попробую ровненько перевернуть Удалось Здесь сразу режу Наполам Ну не напополам Сергею побольше Себе поменьше Большой сделала Сразу в тарелочке Сейчас выключу Сальцо подрежу Домашнее Солененькое И будем ужинать Вам, ребятки Всем до свидания Чайничек добавим До свидания, друзья Пока-пока Было показать-то вам Какой он слоеный получился Омлетик-то Вообще Все, теперь пока Субтитры сделал DimaTorzok